Зубы за один день Нашли время для нашей студии Расскажите, полное протезирование за один день Это реально? Это возможно? Да Полное протезирование за один день Для некоторых наших пациентов кажется каким-то чудом То есть, когда они приходят на первичную консультацию Они думают, что это невозможно сделать Мы используем современные методы технологии Современные анестезии Современные подходы Новые технологии И благодаря этому мы можем добиться зубов за один день Как бы Каким бы чудом это ни звучало Вот сразу вопрос Вы делаете зубы за один день Вот почему? К чему такая спешка? И возможно ли за один день полностью все сделать? В основе технологии лежит научные данные Которые говорят о том, что чем быстрее мы зашинируем импланты, которые мы установили Тем выше будет приживаемость этих имплантатов Поэтому мы стараемся, чем быстрее мы нагрузим наши импланты, которые мы установили Тем больше будет шанс выживаемости этих имплантов И это первое И второй момент Это мы дарим пациентам за день улыбку То есть пациенты наши не испытывают психоэмоциональных стрессов Связанных с тем, что у них нет зубов Они в этот же день могут уже улыбаться И могут принимать пищу То есть это большой плюс Поэтому мы стараемся и делаем зубы именно в этот же день А вот если еще остались зубы Если есть зубы, надо их удалять, получается И ждать, когда они заживут Получается ли в этом случае за один день сделать процедуру? Есть четкие показания к данной методике Если у пациента, к примеру, зубы находятся вне состояния Ну, мы не в состоянии эти зубы вылечить или спасти Или реабилитировать Или отсутствует большое количество зубов Тогда мы можем использовать эту технологию Если же мы видим, что у пациента здоровые зубы Которые мы можем спасти То, естественно, эти зубы мы удалять не будем Этому пациенту повезло Мы будем бороться за каждый зуб И в дальнейшем у нас будут планы лечения Связанные с зубосохраняющими методиками Кирилл, а расскажите Часто ли к вам в клинику приходят люди После неудачного протезирования? Вы знаете, с каждым годом, к сожалению Таких пациентов становится все больше и больше И на самом деле порой бывает сложно их реабилитировать Бывает такое, что приходят пациенты и говорят Вот я установил зубы, мне сделали Но пошли какие-то проблемы И клиника не может мне помочь с решением этих проблем Идут к нам Но скажу так Лучше сделать изначально правильно Чем потом исправлять вот эти последствия Это намного сложнее оказывается А бывают случаи, когда вы не можете сделать процедуру За один день Сталкиваетесь с какими-то проблемами Или бывает, что вообще не сможете сделать протезирование? Да, есть Как я уже сказал, есть у нас показания Показания для этих процедур Они связаны с тем, что мы боремся за каждый зуб И если мы видим вероятность того, что зуб можно спасти Мы эти зубы оставляем, сохраняем Тогда эта методика Мы этой методикой не пользуемся То есть мы сохраняем зубы Мы можем одиночно делать протезирование На одиночных имплантах Мы не делаем все на четырех А есть ли какие-то противопоказания К такой процедуре зуба за один день? Противопоказания имеются Хотя учитывая современные методы Все равно они есть Есть пациенты, инфаркты Перенесшие инсульты В течение последних шести месяцев Например У них есть это как противопоказание является Также есть пациенты, которые имеют Злокачественное новообразование И есть пациенты, которые принимают Такая терапия, бисфосфонатная терапия Это пациенты, которые с остеопорозом Там мы корректируем Смотрим, как долго пациент принимает эти препараты И после того, как мы видим, какие препараты принимают В каких дозировках После этого мы уже корректируем план лечения И перед каждой нашей операцией Мы пациента отправляем на сдачу анализа И после того, как пациент сдает анализы Мы корректируем его план лечения Подбираем препараты, которые для этого пациента возможны И с такими условиями мы оперируем пациента А вот нужна ли консультация перед процедурой зубы за один день И в чем заключается ее суть? Консультация нужна Консультация нужна не только пациенту, но и доктору Чтобы доктор мог пропальпировать Посмотреть височно-нишнечелюстной сустав Посмотреть мышцы, тонус мышц у пациента Лимфатические узлы проверить Посмотреть состояние тканей, парадонтов, полости рта Оценить состояние зубов Можно ли эти зубы спасти И самое главное составить правильный план лечения То есть после того, как доктор составляет план лечения Он его доносит до пациента Если план лечения в голове у доктора и у пациента сформирован правильно То это 99% успеха от дальнейших действий, манипуляций Это сразу говорит о том, что будет успех А компьютерная томография, она обязательно? Да, в нашей клинике консультация бесплатная И на этой консультации у нас всегда предусмотрена компьютерная томограмма Некоторые пациенты приходят со своими снимками Приносят панорамные снимки, приносят прицельные снимки зубов Но по таким снимкам мы не можем информативно оценить объем костной ткани Костных структур Нам, естественно, нужно 3D 3D-обследование По этому 3D-обследованию я могу сделать замеры Толщины, ширины костной ткани, длины, угол имплантов расположить И сделать более правильную и прогнозируемую конструкцию в полости рта у пациента То есть говорить сегодня о имплантации без компьютерной томограммы Наверное, говорить неправильно То есть это невозможно в нынешних реалиях делать даже одиночные имплантаты без компьютерной томограммы Кирилл, а расскажите, вот насколько болезненна процедура? Потому что лично для меня все, что связано с зубами, это очень больно Даже, мне кажется, сделать пломбу – это уже целая для меня трагедия А тут целая имплантация зубов И насколько это болезненно? На самом деле, по поводу боли, это отдельная тема Мы не работаем на боль вообще никак То есть у нас сразу пациенты предупреждаются Я провожу инструктаж перед тем, как начать какие-то манипуляции И в этом инструктаже есть отдельный пункт по поводу боли То есть у нас пациенты при малейшем возникновении даже признаков того, что они где-то что-то чувствуют Они поднимают руку, либо сигнализируют о том, что где-то что-то появляется До боли мы даже не доходим То есть современные мета анестезии позволяют обезболить полностью, дать анестезию стопроцентную И у нас залог того, что пациент не испытывает никакой боли Как мы это проводим? Правильно подбирая анестезию Правильно делая премедикацию для пациента Общение какое-то с пациентом у нас идет Поэтому настраиваем пациентов правильно Если есть страх того, что больно сама анестезия, проведение ее У нас есть аппликационный метод анестезии То есть у нас мы можем даже делать так, чтобы вкол анестетика, сам вкол даже был безболезненный И поэтому на всех процессах мы эту безболезненность сохраняем для пациентов И, как правило, с каждым пациентом после операции, даже спустя полгода, спустя год Я спрашиваю, что в манипуляциях было, была ли боль И ни один из пациентов не сказал, что кто-то чувствовал боль Какую-то даже боль отдаленная Поэтому строгое правило нашей клиники работает Никакой боли не должно быть И этого можно добиться в данный момент Вот сейчас я слышу, что часто с детьми проводят именно не анестезию, а наркоз полный Чтобы ребенок заснул и спокойно проводить с ним все различные операции зубами Также, наверное, используется и для взрослых Расскажите, насколько это безопасно, если полностью наркоз или лучше все-таки анестезия? Ну, вопрос наркоза, он скорее удобен для доктора, если так можно сказать То есть, а для пациента, делать ли наркоз или нет, это отдельная тема тоже для обсуждения У нас, большинство наших пациентов, это пациенты уже старше, старшего возраста И, как правило, наркоз, это все равно какая-то угроза для здоровья И пациентов здоровых сейчас мало, которые есть И вводя пациента в наркоз, мы рискуем его состоянием здоровья Насколько эти риски, и для каждого пациента они разные Поэтому мы на данный момент от наркоза полностью отошли Мы не используем наркоз, мы делаем все манипуляции под местные анестезии Еще раз говорю, что местная анестезия на сегодняшний день Она очень прогрессивная, ее хватает на длительный срок Большое время анестезии И мы можем комфортно под местной анестезией сделать пациенту любые хирургические манипуляции Какой бы сложности они ни были И также в процессе мы можем с пациентом общаться Спрашивать, как его самочувствие, как состояние Если, например, во время манипуляций хирургических у нас пациент замлела шея, замлела спина Он захотел, может быть, в туалет выйти Это не воспрещается, у нас есть тоже правило Пациент поднимает руку и говорит, что ему нужно в данный момент Если нужно в туалет, мы пациента провожаем в туалет Назад тоже самое одеваем и продолжаем дальше манипуляции Поэтому вопрос наркоза, он удобен для доктора Но для пациента это все-таки риски И на риски мы не идем Может быть, какой-то дискомфорт, конечно, в процессе мы получаем Из-за использования местной анестезии для доктора Но тем самым мы оправдываем состояние и здоровье пациента Как я правильно поняла, вы делаете анестезию В принципе, ваш пациент всегда, насколько у вас, наверное, очень много уже было клиентов Они все выдерживают процедуру именно под анестезией Да, у нас... Ну, я оперирую почти каждый день И... Ну, у меня за это время не было ни разу пациента, который сказал бы, что там что-то болит Или что-то у него... Например... Ну, то есть не было такого пациента, которого бы мы не доделали операцию Вот... То есть... Это посильно каждому У нас были и возрастные пациенты Очень возрастные пациенты И... Ну... Все спокойно эту процедуру могут вынести Это... По силу каждому, скажем так А сколько часов длится она? В зависимости от сложности То есть... Если у нас стандартная, обычная имплантация Все на четырех Четыре импланта устанавливаются Удаляются какие-то остатки зубов То в целом у меня занимает это по времени около часа-полутора часов Одна челюсть занимает Ну... Мне кажется, это по силу каждому выдержит Если мы делаем верхнюю и нижнюю челюсть То мы делаем, как правило, перерыв То есть у нас идет, например, верхний начинаем Час-полтора прошло Перерыв В туалет, водички попить И продолжаем нижнюю челюсть делать Точно так же нижняя чуть быстрее идет по времени Кирилл, а были такие случаи, что, например, пациент Сделал удаление в другой клинике Потом узнал про вас, что вы делаете протезирование за один день И перешел, можно сказать, в вашу клинику Что вы делаете с такими пациентами? Да, на самом деле такие случаи нередки Приходят пациенты и говорят Мы вот удалили зубы и хотим делать Там, в той клинике нам сказали, нужно ждать Там, пока у вас заживет костная ткань И мы прочитали о том, что вы делаете протезирование сразу же Можно ли у вас сделать такой вид имплантации После того, как мы удалили зубы? Обычно я объясняю пациентам Мы делаем, естественно, КТ, анализируем Я объясняю, что правильное удаление Это залог правильной имплантации То есть нужно понимать, где вам удалили зубы Как вам удалили зубы Использовали ли просто щипцы или специальные инструменты для удаления зубов У нас происходит отравматичное удаление зуба То есть удаление зуба происходит аккуратно, бережно Не повреждая костные структуры вокруг зуба Если такое удаление произошло, мы можем спокойно устанавливать имплантат Если же удаление было, используя обычные щипцы Без дополнительных средств То, как правило, мы получаем повреждения костной ткани вокруг зуба Если мы получили повреждения костной ткани вокруг зуба То нередко случаи такие, что мы отправляем пациентов заживать на месяц или на два Если бы пациенты пришли к нам сразу, не удаляя зубы в другом месте То мы могли бы реализовать метод лечения сразу же за один день Сами удалив зубы отравматично и установив сразу же туда имплантаты Поэтому случаи довольно частые И сейчас с каждым годом их, конечно, меньше становится Пациенты более уже информированы в наше время Но до сих пор мы такое встречаем Кирилл, спасибо большое за информативную беседу Я думаю, что многие зрители захотели записаться к вам в клинику Потому что это, во-первых, и красиво, а самое главное, быстро и безболезненно Спасибо большое Я напомню, сегодня в студии программы подробно был Кирилл Степура Главный врач клиники зубы за один день в городе Сочи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому